Ну что ж, мы переносимся уже далее к следующему информационному слоту. Мы, напомню, держим руку на пульсе всех оперативных новостей. Наши корреспонденты работают в самых горячих точках нашей страны. Именно в нашем информационном марафоне Freedom на телеканале Юэй вы получите оперативную информацию и, самое главное, достоверную информацию. Ну что ж, 9 мая состоялось главное пробангистские мероприятия Путина, войные парады по всей стране. Вместе с ними пройдут и шествия так называемого «Бессмертного полка» с портретом погибших ветеранов Второй мировой войны. Акция «Бессмертный полк» изначально задумывалась как дань памяти погибшим, но в путинской России приобрела черты языческого шабаша. Это сказано без преувеличения. Такое мнение в нашем эфире выразил российский журналист и социолог Игорь Яковенко. Давайте послушаем. Это была живая, вполне такая живая, очень теплая акция. Люди вспоминали людей, которые погибли, которые защитили страну от фашизма. Все это было достаточно правильно сделано. Потом, когда это все перехватило власть, это превратилось вот такое вот в абсолютное свинство. Просто в абсолютное свинство, когда, значит, школьникам раздавали портреты неизвестных им людей, и школьники таскали эти портреты. Значит, абсолютно это была вырожденная история, это был какой-то, ну там, я не знаю, худший вариант язычества непонятного. И потом эти портреты бросали просто на землю, потому что школьникам было абсолютно по барабану. Напомню, что изначально сами создатели оригинальной акции «Бессмертный полк» из Томска попросили не связывать их с будущими шествиями из-за изменений первоначального смысла акции. Об этом они написали на своем сайте. К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице. И уже к нашему эфиру присоединяется Иван Преображенский, политический аналитик, публицист, кандидат политических наук, колумнист и дойче Вэлла. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, идея выйти с фотографиями ветеранов, но вот с подписью «Воевал не за то», она действительно довольно-таки неплохая. Как считаете, сколько людей могут поддержать такую идею? Ну, давайте исходить из консервативных оценок. Консервативный оценок давал Дмитрий Песков лично, заявивший, что около 15% россиян не поддерживают решение правительства о начале так называемой спецоперации, то есть об агрессии против Украины. 15% населения – это около 20 миллионов. Но это в целом, соответственно, давайте представим себе, сколько людей, в принципе, ходят на подобные акции. Я думаю, что, ну, никак не больше одного процента в реальности. Вообще сейчас подобные акции превратились практически подсиметно в такую обязаловку. Очень мало, где люди выходят действительно полностью добровольно. В основном это крупные города. Но как раз в крупных городах количество оппозиции значительно выше. Соответственно, я думаю, что на таких акциях до 10% участников могут оказаться противниками действующих власти. Другое дело, к этому надо еще добавить, что, безусловно, после таких призывов будет и полицейский контроль, поскольку речь идет о полицейском государстве, где за любое антивоенное высказывание или приравненное к нему, и даже за цитаты самого личного Владимира Путина, можно загреметь как минимум на административный арест или получить штраф, а как максимум, в принципе, получить уголовное дело и на несколько лет отправиться в тюрьму. — Тут очень важный момент, что само понятие бессмертного полка. Изначально же это вообще транслировалось и изначально придумывалось для другого, но путинская власть его по факту себе эту инициативу забрала и использует в пропагандистских целях. Ранее уже, как в сюжете, говорилось о том, что используют портреты вообще неизвестных людей. Даже в Киеве, когда проходили проплаченные вот эти вот все митинги бессмертного полка буквально несколько лет назад, выдавали фотографии даже просто обычных актеров, только перекрашенных черно-белый цвет. И когда брали интервью у этих бабушек-дедушек, они говорили, что это их деды. То есть до такого маразма иногда это все доходит. Но скажите, пожалуйста, вот сам факт того, что сами организаторы этого бессмертного полка, они выступают против российско-украинской войны. Может ли это как-то повлиять на ту массу людей, которая ежегодно выходит, как сказал господин Яковенко в нашем эфире, на такой вот шабаш? Может ли это повлиять на настроение внутри Российской Федерации, для которой Кремль как раз использует этот бессмертный полк в пропагандистских целях? Ну, боюсь, что большинство тех, кто выходит, в принципе, не узнает о позиции организаторов бессмертного полка, с учетом того, насколько сильна информационная блокада в России. Они могут достучаться, имеют шанс, достучаться только для тех, кто уже сейчас пользуется альтернативными медиа, используют для доступа в интернете VPN, чтобы читать заблокированные в России сайты, или читают зарубежные медиа. И, соответственно, эти люди и так уже настроены негативно. Поэтому здесь надо больше надеяться на так называемое сарафанное радио, которое постепенно работает. Но мы понимаем, что через агентство «Одна бабка сказала» или «Соседи рассказали», информация распространяется гораздо медленнее, чем даже через традиционные медиа, тем более, чем через интернет. Поэтому как во время войны в Афганистане, в Советском Союзе, реальная информация распространялась в Гадане, так и сейчас она распространяется, ну, как минимум, недельно. То есть акция пройдет, и тогда люди узнают, какие у них были возможности из тех, кто сейчас не относит себя к оппозиционному, скажем так, движению, а ему просто не нравятся действия российских властей. И только война как бы заставила этих людей проснуться. Таких людей немало, но они боятся проявлять себя, боятся публично это как-то артикурировать, потому что одобряемое общественное мнение якобы другое, а самое главное, что это может привести просто к административному аресту, к уголовному делу, и люди пока не готовы так активно протестовать, к сожалению. Они не понимают всю цену, которую они за все это заплатят. Плюс, очень важный момент, это все-таки не только шабаш. Потому что в России сложилось некое подобие гражданской единицы, очень много людей, скажем так, верят в это как в религиозные ценности. Это подобие такого культа предков, довольно архаичного, похожего, наверное, на культа предков воинов в Японии, условно говоря. То есть абсолютно языческое явление, но активно существует и поддерживаемое, как верить, даже русско-стровославной церкви. И носители, скажем так, этой псевдоревизии, они не будут прекращать участие в подобных акциях, даже если они будут видеть, а многие из них видят, что Кремль использует эти акции абсолютно в аморальных, и для них, скажем так, в антирелигиозной ценности. Кремль вообще очень хорошо приватизирует любые низовые движения, которые можно каким-то образом развернуть в своих интересах, извращает их изнутри. Давайте вспомнить, что даже Георгиевская ленция начиналась вначале как низовая акция, абсолютно негосударственная, а потом была захвачена агентством РИА Новости и превратилась в один из кремлевских символов. Действительно псевдорелигия, которая очень умело манипулирует Путин. В Казахстане тем временем решили оградить себя от путинского видения бессмертного полка и переименовали шествие. В этом году акция состоится под названием «Поклонимся героям». Участников акции попросили прийти без провоцирующей символики «З» и «В», Георгиевской ленты, также без красных флагов и без государственных флагов других государств. Несмотря на это, все же существует высокая вероятность провокации от России на акции «Бессмертный полк», в какой стране бы ни проходило шествие. Департамент охранной полиции Эстонии сообщил, что принял решение выслать из страны одного из организаторов местной акции «Бессмертный полк» речи об Алексее Ясакове по соображениям безопасности. В охранной полиции утверждают, что Ясаков на протяжении многих лет разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде в Восточной Украине. Вот скажите, пожалуйста, в данном случае, как можно охарактеризовать данную информацию, учитывая то, что ранее «Бессмертный полк» был практически везде, практически в каждой стране СНГ, но сейчас можно ли это назвать тем, что люди начинают по факту отрезвлять и видеть, кто на самом деле является фашистом, если это не грубо сказано? Я думаю, что это не грубо сказано, потому что российский современный режим уже практически все черты фашистского режима как минимум и меньше. Можно спорить о том, становится ли он нацистским режимом, но фашистским режимом он по факту, по классическим политологическим определениям фашизма выявляет. Что касается того, начинают ли видеть, я думаю, что здесь история такая. Кремль очень успешный, очень активный, еще начиная, кстати, с Бориса Ельцина, приватизировал память о Второй мировой войне не только для самих россиян. Это главная единая идентификация очень долго была. Но и на Западе считали именно Кремль, именно Москву, как правоприемница Советского Союза, правоприемница Иже в памяти о Второй мировой войне. И поэтому Москва могла делать с памятью о Второй мировой войне то, что ей заблагорассудится и считалось неудобным препятствовать любым ее, даже международной массе. Когда, скажем, в странах Балтии пытались какие-то создавать этому препятствия, из Западной Европы обязательно раздавался вежливый окрик, что ни сегодня. В другие дни, пожалуйста, вы можете бороться с кремлевской пропагандой. Но вот в день 9 мая у нас здесь в Германии большой комплекс перед ними, и вы, пожалуйста, их не трогайте. Вы тоже не самым лучшим образом себя проявили, они нам об этом и рассказывали. Вот это вот вся политика исторической памяти, которая в Кремле особенно активно начала выстраиваться после 2007-2008 года как раз, и совпала вряд ли случайным образом с войной против Друзии. Она тотально подавляла все попытки, скажем так, разумного сопротивления, в том числе за пределами Российской Федерации. Только с 2014 года начала меняться ситуация. Я еще в 2015-м писал, что очевидно, что Москва утратила полностью символическое право на правопреемственность с убедителем во второй мировой войне, она стала сама агрессором. Но для большинства, в том числе политиков и аналитиков, это стало окончательно очевидно только сейчас, после абсолютно откровенной и гораздо более жесткой, чем последние 8 лет агрессии против Украины. Бомбежки мирных городов не могут иметь оправдания. Это, очевидно, военные преступления. И вот это вот снимает всякие вопросы. Может ли это армия и это государство юридически символически безприемницей тех, кто побеждал нас? Очевидно. Иван, а как вы считаете, в целом, сейчас, вот, учитывая действия Путина, я имею в виду глобальный запрет. О свободе слова можно забыть. Упоминать слова «нет войне» либо «мир» вообще запрещено. Но это, по мнению некоторых экспертов, которые выступали в нашем эфире, это говорит о том, что Путин теряет контроль над информационной составляющей внутри России. И чтобы ни в коем случае не допустить недоверия к себе, он сейчас закручивает гайки. Это же можно привязать и к так называемому победобесию, как его-то называют некоторые тоже наши гости эфиров. Вот этим парадом, бессмертным полкам, раздача просто неизвестных фотографий кому-либо и с ними проходить. Массовый парад на 9 мая и так далее, и так далее. Говорит ли это о том, по вашему мнению, что Путин начинает очень сильно терять контроль над информационной составляющей и понимает, что крах его диктатуры уже очень близок? Я думаю, к сожалению, эти коллеги, безусловно, существует победа бессия. Я на 100% уверен, что все эти цензурные меры, и это, собственно, было видно, любой, даже самый поверхностный анализ российского законодательства и правоприменения покажет, что все эти меры готовились как минимум с 2020 года. В реальности раньше подготовка к этой войне началась в 2020-м. Разгром независимых медиа и оппозиции окончательно жесткий разгром такой специалитарного уже скорее типа начался в 2019 году в России. И Кремль абсолютно сознательно выстраивает всю эту стратегию. Я думаю, как раз он плохо замечает свои реальные службы. Владимир Путин и его окружение полностью исключили народ, что называется, из своей проблемной карты. Они не видят там никаких проблем. Они уверены, что они всегда смогут сманипулировать россиянами как маски. Но в масках, как известно, вот есть это уже расхожее, достаточно неудачное, но единственное подходящее выражение «глубинный народ». Так вот, вот это вот болото, так называемое, как это в политике обычно называется, абсолютное большинство деполитизированного населения, оно с точки зрения Кремля полностью управляемо, а на самом деле там идут совершенно другие процессы. И действительно, они не связаны напрямую ни с этой тензурой, ни с тем, что Кремль сейчас делает, потому что это направлено против реальной оппозиции и гражданских активистов, которых изначально собирались управлять. И тут никаких новых нет. Все это было запланировано еще до начала войны. И война просто теперь позволила как можно активнее это внедрять. Это все синхронизируется абсолютно заранее, скажем так. Но абсолютное большинство деполитизированного населения действительно начинает, что называется, задумываться. И как бессмертный Евгений Шварц в свое время писал, ты посмотри на них, люди задумались. Дым идет над государством. Вот этого Кремль действительно не понимает. И с этими людьми он не борется в реальности пока. Даже если он начнет, а он, скорее всего, начнет в ближайшее время, тотальные репрессии, это будут просто выборочные репрессии, не имеющие конкретной цели с кем-то бороться, а просто уже пугать абсолютное большинство населения. И эффектные ситуации, они, кстати, могут в итоге иметь обратно. Вот тут Кремль серьезно ошибается, списывая просто население и считая всех жителей Российской Федерации за бараном. Мы видим, что некоторое сопротивление, пусть не самое масштабное, не такое, как хотелось бы, уже идут. Поджоги военкоматов, протесты, которые идут все время постоянно, несмотря ни на какие престижные меры, каждый выходной участки людей задерживают и выходят все новое и новое. Это значит, что протесты рекрутируют новых людей, и степень протеста повышается. Накал протеста повышается, несмотря на повышение и степени цензуры, и агрессивности политики. Но Кремль, я уверен, этого как раз не видит. Он делает то, что он изначально уже планировал, в рамках, я не знаю, программы, составленной где-то в 2019-2020 году, он четко по пунктам действует. Как советская мобилизационная стратегия, она обычно предусматривала заранее разработанный план как минимум на несколько месяцев вперед. Мобилизации, войны и последующие действия. Я уверен, что у Кремля этот план тоже был. Вы говорили, что вы сравнили 9 мая для россиян с религией. Действительно, достаточно закоренело убеждение. Мы знаем, что закоренелые убеждения могут перевернуть только очень сильные потрясения. Как вы считаете, поражение российской армии в Украине, это достаточно сильное потрясение, чтобы изменить отношение россиян к 9 мая? Я думаю, что отношение россиян к 9 мая уже начало меняться, и оно неизбежно. Владимир Путин в своей агрессии против Украины разрушил вот эту вот единую дистанцию для всех россиян. Раньше, давайте скажем честно, действительно, до 24 февраля 2022 года любой, кто выступал против вот этого победобесного, в том числе дискурса, ярко и жестко, он оказывался в изоляции в российском обществе. Таких было абсолютное меньшинство, это мнение было маргинально. И даже оппозиционеры, абсолютное большинство российских оппозиционеров, гражданских активистов, вот эту вот ценность 9 мая может быть по-своему, но разделять. Теперь для значительного населения, опять же, давайте адресуемся к Дмитрию Пескову, для 20, как минимум, миллионов жителей России война другая. Она началась 24 февраля, и всю их жизнь дальше, когда они будут говорить после войны, они уже не будут иметь Вторую мировую войну или Великой Азербайджан, как ее больше принято называть, Советский Союз, и число этих людей будет применительно расширяться по мере и ухудшения ситуации в стране, в случае военного поражения России, когда не будет возможным скрыть от большей части населения масштаба поражения, масштаба потерь и так далее, произойдет, естественно, резкий скачок. Если на это еще наложится, а на это наложится ближе к самцу года, это признают даже государственные экономисты, например, Эльвира Набеуза, банка российского. Во-вторых, в третьем, где-то в четвертом квартале этого года наложатся гигантские экономические социальные проблемы, возникнут продовольственные возможности, точно товарные цифры отчетливые. И вот все это вместе может дать очень сильный кумулятивный эффект и заставить людей посмотреть просто в глаза реальность. В любом случае, Иван, будем надеяться, что как ни крути, но до россиян дойдет в итоге, кто на самом деле оккупант, кто на самом деле агрессор. Хотя в свою очередь, как показывает практика, как показывает массовое антивоенное настроение по всей Российской Федерации, россияне уже начинают все осознавать. Спасибо вам большое. Иван Преображенский был с нами на прямой связи, политический аналитик, публицист, кандидат политических наук, колумнист Дойче Велле. Мы же движемся далее. Российская пропаганда на бессмертном полке делает особый акцент о том, как появилась эта акция и почему она так важна для пропагандистской машины Кремля. Далее в сюжете Данила Компзе. Все началось в 2012-м. Трое журналистов из Томска организовали родственников погибших ветеранов, с портретами которых они прошли колонной по улицам города. Однако после освещения в СМИ Кремль присвоил инициативу себе. И с 2014 года так называемый «бессмертный полк» уже никак не был связан с его создателями. Они недавно попросили официально не отождествлять их с тем, во что Кремль превратил шествие «бессмертного полка». К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл «бессмертного полка», явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице. Из официального сайта оригинальной общественной организации «бессмертный полк». И в этом нет ничего необычного. Некогда проявление уважения к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы война не повторилась больше никогда, в интерпретации Кремля превратилось в пропагандистское шоу. Чего только стоят случаи, когда люди несли портреты российских императоров и Ленина, которые не имеют никакого отношения ко Второй мировой. А также портреты сторонников Власова или военных, которых впоследствии расстреляла сама же советская власть. Если бы во Второй мировой победил бы германский нацизм, то ходил ли бы бессмертный полк? Несомненно. И, простите, вероятно, теми же маршрутами. На портретах были бы другие лица, с другой символикой на фуражках и пилотках. Рейх, как мы знаем, очень любил пафосные шествия и не упускал никогда возможности их провести. Более того, именно Рейх их и породил, потому что если вы изучали культы Третьего Рейха, то должны знать и откуда взялась идея бессмертного полка. Но почему при очевидной абсурдности именно бессмертный полк стал главным экспортным продуктом Роспропаганды? В этом году его планируют в том или ином виде провести в 120 странах. Все дело в том, что это дешево и формально легко прикрывается мирным митингом с благими намерениями. При помощи бессмертного полка РФ как бы метит территорию, мол, смотрите, здесь наши. А раз наши, значит можно с оружием освободить их от угнетения. Именно поэтому провести это шествие смерти оккупанты планируют даже в уничтоженном имяже Мариуполя. Каждый год 9 мая в некоторых странах под крышей российских посольств и под кураторством СВР и 5-й службы ФСБ проводятся активные мероприятия вражеских спецслужб. Победобесия и их основной акт – бессмертный полк. Главная победобесия проводится в Москве на Красной площади. Победобесия за пределами Мордора – это всегда парад и демонстрация вражеской агентуры. Юрий Шулыпа – директор Международной ассоциации Институт национальной политики в Фейсбук. Однако в этом году бессмертный полк может стать еще и площадкой для несогласных. Демократическое движение «Весна» планирует выйти на парад с портретами ветеранов с лозунгом «Они сражались не за это». Данила Кобза из Киева специально для информационного телемарафона «Фридом» телеканала «Юэй». Редактор субтитров А.Семкин